Привет всем. Примерно полгода прошло с тех пор как я с моей подругой-энтузиасткой Натальей Андреевой перевел титры к фильму «Красная таблетка» Кэсси Джей. Документальный фильм. Кто его еще не видел, вам очень стоит это сделать. К сожалению, фильм как не продавался, так и не продается с русскими титрами. Оказалось, это и технически, и коммерчески очень сложно организовать. Слишком маленький у нас рынок платного видео, чтобы студии заморачивались с добавлением дополнительного языка. Но плохо или хорошо, фильм давно утек в сеть, и те, кто не может его купить легально, при желании могут найти его и посмотреть. Это не проблема. В том числе и с нашими с Натальей титрами. Техническая задача оказалась непростая. Ввиду обилия текстов на экране, схем, надписей, пришлось воспользоваться специальным форматом титров, который позволяет не только добавлять текст, но еще и позиционировать его по экрану и менять размер. Этот формат нормально понимает только VLC. За эти полгода с Кэсси Джей произошло масса интересных событий, скандалов, интервью, научных и околонаучных обсуждений фильма. Хардкорное ядро моносферы отнеслось к фильму без большого восторга. Сочли его слишком мягким, недосказанным. Но надо отдать должное фильму, он открыл окно возможностей для всей остальной информации, которая, надеюсь, последует за ним в широкие массы. Для самой Кэсси по многому стала неожиданностью та реакция, которая последовала на фильм в разных странах, особенно в Австралии. Все пошло экстраординарным образом. И под впечатлением и в некотором шоке от всего этого она решила выкладывать сырые файлы интервью, из которых потом был смонтирован сам фильм. Кэсси говорила, что она отсняла больше 100 часов видео, из него было довольно сложно выбрать материал для монтажа. Но теперь на волне эффекта она начала выкладывать в свой YouTube канал сырые, не смонтированные файлы интервью. И часть из них уже можно посмотреть, очень советую это сделать тем, кто интересуется темой. К сожалению, там слишком большой объем, чтобы все это переводить. И в любом случае это было бы сложно устроить, потому что пришлось бы договариваться с несколькими сторонами о разрешении. В общем, наверное, усилия того не стоят. Но если фильм вам понравился, то вам должно быть интересно ознакомиться на английском языке с оригиналом. Подробнее ознакомиться с источниками, из которых потом получился сам фильм. Среди прочего, на канале Кэсси есть обсуждение после крупных показов, в том числе мировая премьера, где присутствовал Майкл Киммел. И в общем, на обсуждении после фильма нельзя подобрать лучшего выражения, чем «Made an ass of himself», когда коснулся темы токсичной маскулинности. В общем, вам это тоже может быть интересно. В свою очередь, Пол Илом, который в достаточном количестве попал в фильм на своем втором канале, который он завел. Самый известный первый канал назывался его «A Voice for Men», «Голос для мужчин». Второй канал, который он завел себе, называется «An Ear for Men», «Ухо для мужчин». На этом канале, среди прочего, он разбирает исходники некоторых интервью, которые потом легли в фильм «Красная таблетка». Разбирает по предложениям, разбирает на запчасти ту, откровенно говоря, чушь местами, которую несли представители «синей стороны» в фильме. Между прочим, большого официального показа, на который покупалась лицензия, так ни разу и не состоялось. И в принципе, все в наших силах, вплоть до Госдума. Я пытался вести переговоры с парой УЗов, с социологическими факультетами. И вроде бы они даже проявляли интерес, но как-то вся тема затухла. Видимо, не настолько все-таки это животрепещущее направление. А было бы полезно этот фильм показать именно будущим психологам, социологам. Ну, в общем, в этом смысле у нас еще есть ход в запасе. Может, правда, обратиться в комитет Госдумы по делам женщин, семьи и детей, предложить им устроить закрытый показ? Это было бы медиасобытие. Среди файлов, которые Кейси уже выложила, есть довольно известные люди, которые имеют за плечами несколько изданных книг. Множество радиошоу. Например, только что появилось интервью Сюзан Венкер, которая вообще не попала в итоговый монтаж фильма, но при этом является крайне интересным человеком. Может быть, после знакомства с их интервью вы захотите познакомиться и с книгами, которые эти авторы издали. В общем, следите за новостями на канале Кейси Джей и Пола Илама. Но, в конце концов, вы помните, даже если брать саму матрицу в качестве источника, принятие красной таблетки – это было только самое начало сюжета. Самое интересное еще впереди. В числе прочего я перевел и трейлеры, и тизер, но боюсь размещать их в YouTube-канале по причине, которая коротко называется «Content ID». Как среагирует система опознавания чужого видео, трудно предсказать, поэтому я дам ссылочку на опубликованные версии на сайте Minds.com. Смотрите в описании. Найти сам фильм при желании у вас не должно составить большого труда. Англоязычная версия давно утекла на торренты, еще полгода назад, а титры тоже, в общем, найти несложно. Прибавляйте к этому плеер VLC, и только его, и все у вас должно получиться. Чтобы быть до конца честным, можно пожертвовать сумму, которая просит за покупку фильма в онлайн-кинотеатре. Пожертвовать на канал самой Кесси, или Пола Илама, или кого-нибудь еще из «Моносферы», кто вам внушает доверие и уважение. А тем временем, в качестве анонса, мы с Натальей в таком вялотекущем фоновом режиме работаем над титрованием другого интересного фильма. Это не фильм по теме «Моносферы» или «Красной таблетки», но это документальный фильм про одного чрезвычайно интересного человека. И фильм, который у нас официально не выходил, и, скорее всего, тоже никогда не выйдет. Но из него многое можно почерпнуть. Так что многие интересные переводы еще впереди. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok